Ну что, ребят, всем привет, всех приветствую на моем канале. Опять теплый весенний денек, и опять мы на водоеме. Видите, какая прелесть за моей спиной. Рыбалку мы уже закончили, но сейчас хочу рассказать немножко о другом. Видели вы, наверное, совсем недавно у меня в социальных сетях анонс на палочке Distance Black, который мне всеми правдами и неправдами удалось раздобыть специально для вас, чтобы показать и объяснить вам, что это за удочки, чем они дышат, что они из себя представляют. Поэтому именно этим мы сейчас и займемся. Уделите пару, скажем так, десятков свободных минут из вашей жизни, для того, чтобы посмотреть, кому интересно, обзор на новой палке от Feeder Concept. Всем привет, всех храб приветствовать на моем канале. Итак, как вы все знаете прекрасно, буквально, наверное, месяц назад, а то и чуть, может, больше, чуть меньше, в каталогах Feeder Concept появились новые удочки. Новые удочки семейства Distance. То есть обновленные модели семейства Distance Black. То есть сразу, как только они выходили, еще до момента релиза, Юра Лисовский сказал, что чудо, не ждите, будут просто старые удочки, просто, скажем так, причесанные. Да, вот это слово причесанные будет встречаться часто. То есть и в моем, в принципе, этом ролике. То есть оно просто прилипло. То есть привели линейку к новому, осовременному такому виду. Изменили какие-то такие мелочи, которые не устраивали рыболов. И, соответственно, выпустили в массы. Забегая вперед, хочу сказать, что с этой линейкой, кроме модели 4.280, я знаком не был. То есть мимо меня вот эти бюджетные удочки, ну, так, скажем так, как-то проходили где-то стороной. Где-то я пытался там что-то у кого-то в руку взять, половить, потрясти, побросать. Ну, а без особого как-то откладывания в память вот этих технических моментов, технических подробностей. Я всегда считал, что вот эти палки, да, вот такого ценового сегмента уровня дистанции ниже в своей массе будут напоминать старые добрые даймонды, либо же вот эти элиты, если помните, такие удочки, которые были еще, ну, тех самых времен, когда было лет 15 назад, да, когда только все мы начинали фидерную рыбалку. Ну, алды такие, как я, по крайней мере. То есть, такие камлистые, мощные дубины, у которых на взмахе вгнулась только вершинка. То есть, у меня почему-то такой вот параллель такая в голове строилась именно с этими удочками. И вы знаете, что я могу вам сказать, что я ошибался. Я недооценивал и ожидал худшего от этих удочек. То есть, особенно от модели 3.670. В меру деликатное, в меру изящное, в меру такое звонкое и относительно приятное в руке удилище за свои деньги. То есть, как бы, не могу сказать, что это дрын какой-то, который там надо пиарить, рекламить и что-то еще делать. То есть, вполне себе удивила удочка, вполне себе вменяемый бланк. И за свои деньги вполне почему нет. Особенно для тех рыболов, которые хотят снасть с претензией на перегруз, с претензией на надежность мощности и с претензией на дистанц исполнение. То есть, абсоргируемся от названия фидер концепт дистанц, а именно при, скажем так, придем к тому классу удилищ, которые сейчас в нынешнее время модно обзывать именно дистанц фидерами. То есть, у Швана есть линейка, у Матрикс есть линейка. Есть, например, Храйзен у Матрикс фидер, просто фидер, а есть Храйзен с дистанц фидер. То есть, более мощные, более камлистые, более кидучие такие, именно под дальнобой. И даже в рамках одного роста, одна удочка будет такая изящная, деликатная, то есть, именно под эстетику, под ощущение. А вторая удочка будет именно мощная, кидучая такая, прям пробрасывать в сложных условиях. Так вот, именно вот эти вот дистанцы, есть самые настоящие дистанцы, да, то есть, извините за каламбур, за тавтологию. Вот, всю линейку, к сожалению, добыть мне не удалось. У меня сейчас в арсенале, на руках и в кадре, три палки вы можете наблюдать. То есть, 3670, 39100, 4280 и четвертая палка, которая лежит здесь же на подставке, 4280 старый. То есть, здесь она лежит для того, чтобы показать вам, что есть старая и новая удочка в сравнении. И попробовать побросать одной, второй, поменять, возможно, даже колено местами, потому что Юра говорил, что запчасти, в принципе, будут взаимозаменяемы, то есть, судя по всему, и изначально части должны как бы меняться друг с другом, то есть, быть идентичными, и, соответственно, запасные части, которые подходили от старых удилищ, будут становиться на новые, да, которые вот есть. И дальше, например, когда будет новая линейка на конвейере, где-то в производстве, то есть, новые запчасти от новых удилищ будут подходить, становиться на удилища старые. То есть, если у вас такие бланки есть, если вам как бы довелось там, по воле и случая сломать, то, соответственно, запчастами проблем не будет. От новых удочек будут подходить на старые без каких-либо проблем. Так, давайте взглянем на примеры, не знаю, на примеры 70-ки Взглянем, что из себя представляет обновленная линейка Сразу же я говорю, что первый вот этот ролик, вот сейчас наш сегодняшний Это будет как водное знакомство То есть посмотрим, что из себя эти удочки представляют Что поменялось, что не поменялось И, соответственно, как они выглядят Вот, а уже покидушки будут дальше по конкретной модели Чтобы вы не тратили большое количество времени в рамках одного ролика И, соответственно, досмотрели те ролики, которые вас, в принципе, интересуют Итак, в принципе, немножко иначе начнем Начнем не с бланка, бланк пускай полежит, начнем с чехла Такого плана чехлы комплектуют Салма Фидер Концепт с этими удочками Вот такая велиетовая бархатистая тряпочка Без претензий на элитарность, на премиум сегмент, на всякие разные моменты Три кармана больших, один карман отшит в стороне под QR-типы Точнее, обманул два кармана больших и два кармана маленьких То есть под третье колено и под квивера отдельно То есть вот такая форма изогнутая, куда летишь Так, и здесь же опять то, что доработали Опять вместо шнурочка, который завязывают Тут уже в 21 веке ребятушки замыцыли липучки То есть так вот залепливаем и, соответственно, разлепливаем Ну, как бы, хреб бы с ним, чехол и чехол Потому что больше, чем уверен, что процентов так 80, наверное, моих зрителей Чехлом сделают вот так вот, положат на полку куда-то А палки будут перевозиться уже в собранном виде с катушками Оснащенными с монтажами Так, берем в руку Семидесяточку и, как бы, опять вот Опять, опять, опять удивляюсь балансу То есть удочка вот пятитысячником империум оснащенная Ну, реально, я думал, что она будет грубее, мощнее И такая более неповоротливая Более такая шваброидная, да, как ручка швабры Абсолютно вменяемый бланк Абсолютно легкий И, ну, блин, ну, приятный То есть без обмана, без какой-либо скрытой рекламы Ну, абсолютно вменяемый бланк И каких-либо негативных моментов Абсолютно он у меня не вызывает Вот Ручка не изменилась Ручка такая же, как и была Вверх-вниз Эва Центральная часть пробочка Тут декоративное колечко Фидер-концепт, надпись Бат-грибчик тоже металлический такой небольшой Ну, Эва нормальная, мягенькая То есть те части, которые чаще всего контактируют с руками Они более, скажем так, более из Эва сделаны такие Более чистого материала, который чистить проще Тут пробочка больше декоративную функцию несет Фор-гриб достаточно большой То есть мне удобно хватать именно таким хватом То есть полностью, когда рукой ты перехватываешь Именно когда во время уваживания Либо же какие-то манипуляции со снастью Потому что некоторые бренды делают фор-гриб коротеньким То есть когда так берешь, он на половину руки и лежит на половину ладони Некомфортно режет руку Здесь же все в этом плане порядки Катушка-держатель 16-го размера No name, то есть это не Fuji, ничего просто Добротный, дешевый, наверное, недорогой В рамках класса катушка-держатель 5000-ник Imperium становится отлично То есть не люфтит, не шатается По пазам здесь все в порядке, все нормально Как бы никаких вопросов не возникает Вот балансируется с этой катушкой весьма неплохо Чуть-чуть большеватая катушка, мне бы, наверное, хотелось сюда 4000-ник все-таки поставить Ну ладно, как бы половим пока так Дальше взгляд наш переходит к бланку То есть, ну, по бланку сказать мне Именно там по всем вот этим техническим моментам Карбоны, шмарбоны и прочие вещи У меня сказать нечего То есть углеволокно, смолы немного То есть как минимум могу делать такие выводы На примере того, что я долгое время достаточно пользовался дистанцем 80-кой старым То есть бланк достаточно сухой То есть нет тут какого-то количества этого самого композита Либо же смолы, то есть он звонкий в меру Маркирится нормально, то есть отстукивает все Особенно когда на шнуре То есть, ну, в принципе, вполне себе вменяемый Вполне себе вменяемый бланк В рамках своего теста В рамках как бы ценового сегмента, ценового диапазона Дальше наш взгляд переходит плавно к самому бланку То есть тут мы изменения видим невооруженным глазом По сравнению со старой моделью Зиколь выглядит вот так То есть мне нравится, как выполнено именно в новинке больше То есть фидер концепт, логотипчик цветной Дистанц Блэк 70-ка И с противоположной стороны мы видим технические характеристики Спеки небольшие Тут у нас длина, тест, количество колен и тому подобные моменты Ну, такая минимальная техническая информация Соответственно, которая не несет особо как бы никого пользы Потому что все мы и так знаем тест, знаем длину и тому подобные вещи Вот Ну, исполнение, как я сказал, мне нравится больше Как выглядит, нравится больше И, соответственно, ну, как бы приятнее, скажем так Приятнее, эстетичнее, современнее И, ну, более, скажем так, цепляет глаз Вот Дальше идет у нас взгляд бросается на пропускные кольца Пропускные кольца также здесь Перетерпели изменения, скажем так, на полшишечки Все остальные кольца у нас остались прежними Помимо первых двух Обыкновенные, нормальные, вменяемые кольца Держат шнур хорошо Они не пилятся, они не, скажем так Не кидают петли, не перехлеста никакого не вызывают Нормальные, абсолютно вменяемые бюджетные кольца Первые же два кольца мы поменяли Точнее, не мы поменяли, а поменял производитель Два кольца у нас имеют теперь вот такую трехлапую Противозахлестную конструкцию То есть, большие, вменяемые такие Массивные кольца, современные То есть, на многих брендовых бланках Ставят такие кольца теперь И, соответственно, как бы, ну, идем в новую со временем То есть, поэтому, вот, я думаю, что Так выглядит, как минимум, эстетичнее И, как минимум, прикольнее Для сравнения, старое кольцо первое Выглядит вот таким образом То есть, ну, обыкновенное, как вот остальные кольца Точно такое же, только увеличенного размера, да Здесь же новинка отличается выгодно, ну, в лучшую сторону, да То есть, переклестов не будет однозначно Большие кольца на основные, большие кольца на вершинке С вершинками вообще отдельный разговор Кольца большие, пух мусора однозначно будет не страшен То есть, заломать будет сложнее В такую какую-то погоду летнюю Когда вот начинает гнать пух На реке гонит мусор И тому подобные вещи То есть, так вот в этом плане выглядят бланки В плане технических характеристик Здесь особо изменений не произошло Насколько я знаю Единственное, что Какие-то такие вот мелочи доработанные Где-то что-то они допилили, усовершенствовали Каталожный вес изменился в меньшую сторону Они стали весить немножко меньше Так это или нет Надо будет проверить дома В домашних условиях на весах Но, опять-таки, надо проверять Сравнивать старые с новыми То есть, ну, если ориентироваться на каталожные цифры То вес уменьшился Хотя бы немножко Ну, как минимум, можно верить в это По модели 4.2 Там, где у нас ручка из термоусадки Соответственно, убрали Эву Вот эти все вставки декоративные В нижней и верхней части металлические То есть, ну, возможно, это и привело К какому-то уменьшению веса То есть, на бланках младших Я как бы не особо в это верю Не особо уверен Вот В общем, такие вот бланки То есть, как лежит в руке Удочка мне понравилась Как минимум 3.6, 3.9 Цифербланки очень приятные Они, как минимум, легкие И достаточно такие изящные Слимовости здесь не ищите Потому что другой класс удилищ Но, хотя, если, опять-таки, сравнивать их С бюджетными сностями Тех далеких лет, далеких времен То здесь, как бы, удочки гораздо тоньше Гораздо изящные Гораздо такие более собранные получились Нежели вот те старые Которые там С добрую руку такие Мощные пруты Вполне себе За свои деньги Нормальное Вменяемое удилище Что 3.6, 70 Что 3.9, 100 Что 4.2 В принципе, я ловю Поэтому, как бы, под такие Какие-то сверхъестественные условия Ветер, дождь, волна Когда надо пробивать дальний заброс Они подходят Что старые, что новые Об этом я, кстати, сниму отдельный ролик Сравню старую и новую Побросаю, покидаю Переставлю запчасти взаимозаменяемые Попробую Работает ли в обратную сторону То есть, колено от старого на новый И наоборот То есть, можно ли будет менять В случае поломки Либо же в случае Форс-мажора Вот эти части Вот Удочки Понравились ли мне? Вы знаете Положа руку на сердце Какого-либо негатива Я сказать не могу То есть, даже если Абстрагироваться от тех снастей Которыми я ловлю сам То есть, которые Видятся в кадре Там, то есть, околют И все остальное Вполне себе вменяемые снасти Абсолютно никакого негатива Не вызывает Обычно, когда Покупаешь палку Более дорогого ценового сегмента Да, ты начинаешь придираться Каким-то моментом Не так в руке лежит Не так катушка-держатель Не так рукоять Не такой бланк Не так отыгрывает Здесь же, как бы С учетом цены А, кстати Еще один момент Отвечу Птичка мне нашептала Что цена на новые удочки Будет чуть-чуть дешевле Нежели на удочки старые То есть, мелочь Но приятно То есть, ребята заботятся То, что Как бы можно хоть чуть-чуть Но сэкономить Денежек будет Вот С учетом цены На эти палки То есть, с учетом того Как Сколько они стоят Как бы Какие вот внимания К мелочам Уделяет производитель Да, то есть Вполне себе Адекватный прутик Единственное, что В данной ситуации Ощущаю Вот я небольшой разбаланс То есть Хотелось бы Кантушечку сюда Все-таки поменьше Сюда, если поставить Какой-нибудь легенький Четырехтысячник Да, тут будет вообще Идеальный комплект То есть, подбюджетные Такие снасти Даже какую-нибудь Ниндзю, например Там легенькую поставить ЛТ-шную Просто будет шикарный Инструмент Под стоячие водоемы И если вы, например Смотрите Что-то себе такое Которое можно Перегружать Не бояться Которое можно Вкладываться В заброс Там Не бояться Заломать Такое, чтобы Было надежное Мощное Уже не как Норманд Потому что Логотипа Норманд Ну, автографа Норманда Здесь нет Но все равно Мощное Надежное И в меру Относительно Изящное То есть Она не Каркалыга Она не Такая Дубина Вполне себе В принципе Удочки Нормальные Так Первое знакомство Было Таким Наша С вами Не буду Как я сказал Грузить вас Всем В одном ролике И покидушками Всем остальным Мы немножко Об этом поговорим В серии отдельных роликов Я сниму каждую палку Покажу Что они могут Что они умеют Погружу В рамках теста Погружу Поперегружаю И соответственно Посмотрим Сделаем вывод Что они Остались ли они Теми же самыми Дистанцами Добрыми Старыми Либо же Что-то они тут Нахимичили Облегчили И сделали Более Скажем так Неприспособленным Для силовых Забросов И силовой Работы С бланками Вот Как я уже сказал Знакомство Это было С этими удочками Ну вам Мимо 4.2 Мое с вами Первое Точно так же Вы знакомитесь И знакомлю с ними я Негатива нет Абсолютно Вменяемые удочки И дальше Рассмотрим В принципе Что они могут Уже по ходу действия Надеюсь Была информация Для вас полезной Надеюсь Что-то новое Подчеркнули На какие-то вопросы Ответил И соответственно Что-то Какое-то Общее представление Вы получили Всем спасибо За просмотр Всем не хвоста Увидимся на водоемах И увидимся на ютубе Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok